Добрый день! Хочу показать вам две книжки. Нил Гейман. Вот «Ледяные великаны» и «Никогде». Ну, «Никогде», наверное, все прекрасно знают. Кто интересуется фантастикой и читал когда-то Нил Геймана, это, можно сказать, классика фантастики. Вот «Ледяные великаны», относительно недавно появившаяся книжка. Ну, тоже неплохая, значит, сам. Что интересно, почему сразу две? Дело в том, что издательство «СТ» сейчас выпускает серию книг Нила Геймана. Это только две книги из этой серии, там их больше. С иллюстрацией Криса Риттла. Знаменитый художник. Нил Гейман вообще же известен тем, что он, кроме того, что пишет книги и романы, он много комиксов выпускал, то есть писал сюжеты для комиксов. И вообще его истории, они очень хорошо графически иллюстрируемы, скажем так. Потому что некоторые его книги, ну, они вообще вот без графики, они не совсем то, что надо. То есть, как бы, иллюстративная часть для понимания Геймана, она очень важна. Так вот, значится, что это такое. Вот особенно, значит, я начну вот с этой тоник книжки от «Ледяные великаны», да? Которая, вроде как, небольшая, но очень, скажем так, впечатляющая. Потому что она, вот я покажу тут несколько моментов, значит, она вот сплошная. Очень много таких иллюстрированных, очень много иллюстраций. То есть, это история, это не комикс, это фантастическая повесть. Такая фантастическо-сказочная, как от обычного Нила Геймана. И причем связанная, значит, со скандинавскими мифами. То есть, она напрямую завязана тут время. Увидите и Тора, и Одина, и Воки будут, и Асгард найдется. Все, как мы любим. Вот. Очень красиво нарисовано. Еще раз повторюсь, значит, Крис Ридл, собственно говоря, вот эта книжка у меня появилась первая. Вот еще. Значит, суперобложки, все очень красиво. Значит, эта книжка у меня появилась первая, и очень впечатлил вот этот товарищ иллюстратор. И после этого, значит, когда я стал рисоваться, значит, появилось еще вот это. Не как где именно в таком издании. Ну, классический роман, я не буду рассказывать вам сюжет ни то, ни другой. Значит, здесь сюжет связан, если коротко, с тем, как мальчик помогает скандинавским богам исправить одну неприглядную ситуацию. А вот это история о Лондоне и приключениях товарища Ричарда в этом Лондоне, одного молодого человека. Так вот, значит, что здесь? Здесь тоже очень много иллюстраций. Здесь они несколько другие, но заметно, что художник тот же самый, конечно же. Вот такая злые ребята, злые, начинающиеся в первой главе. Вот. Ну и тут она история такая, достаточно начинается. Весьма детективно, поэтому вот тут картинки будут вот такие смычания. Со всякими мышцами. Вот так вот, очень красиво, опорными рамочками таких вот моментов тут очень много. То есть, вот иллюстративный материал, он как бы очень помогает воспринимать историю. Приятно почитать книгу в хорошем издании, вот с такими красивыми разнообразными картинками. Ну, конечно, сурово. Вот, значит, ну, не как в детстве, а иллюстративным крисом Риттла. Значит, еще я знаю точно, есть Каролина, по-моему. И не буду врать, еще, по-моему, то ли две, то ли три книги на данный момент в этой серии вышло. И вроде как собирается АСТ сдавать все. Перевод нормальный, ну, бумага, ну, скажем так, хорошая, видели и лучше, но так прилично. Читать приятно, интересно, перевод хороший. Вот, рекомендую и ту, и другую книгу. Ну, стоит, кстати, вот, несмотря на размеры, стоят они примерно одинаково, хотя вот по толщине. Вот, это небольшая площадь, но они как где, это такой достаточно приличный, фантастический роман. В общем, красиво. Если будете покупать, а не читать в электронном виде, то вот именно вот в таком варианте. Во-первых, вот и ледяные великаны, он вообще, в принципе, по-моему, нечитаемый. Он издавался только в этой серии на русском языке, другого я не видел. Ну, и по-другому он и смотрится как-то неинтересно. Его интересно вот именно со всеми этими картинками посмотреть скандинавским. Вот, не как где, конечно, издавался в куче разных вариантов, но вот я бы рекомендовал вот этот вот. Мне нравится. Очень хорошо издано. И надо сказать, несмотря на то, что иллюстративная часть большая, так как она черно-белая, то вот из-за этого цена выросла не сильно. То есть книга стоит разумно, я врать не буду. По-моему, что только он 500 рублей, может даже дешевле там, как сложится. Формат самый обычный, это самые обычные книжки, но исключение от него то, что они с суперобложками. Вот такие книжки. Я их сейчас вам немножко еще полистаю, покажу поближе, чтобы можно было посмотреть, что там внутри, какие там иллюстрации. Покажу вам поближе Ода и не как где, что они себя представляют в плане иллюстрации. Ну вот, пожалуйста, уже вы видите, уже с самого начала начинается очень такое красивое и эффектное оформление. Далее тут уже пошла графика и текст, собственно. Ну, как видите, иллюстраций много, и они такие стильные и необычные, скажем так. То есть вот эту историю, ее как бы без всего вот этого, ее читать не так интересно, потому что тут, конечно, графика играет не менее важную роль. Чем сам текст. Ну, такая вот связка у него Геймана текста и картинок. Причем я еще раз повторюсь, это не комикс. Это вполне полноценная повесть. Никогда тут таких картинок поменьше. Это роман все-таки, но тоже, как видите, оформление очень-очень интересное. Тут, конечно, нет на каждой буквально страницы такой графики, но ее тоже очень много. Вот я листаю практически не пропуская. И как и видно, вот сейчас, извините, там закладочка имеется, поэтому сейчас вот закладочку так пролистнем на середину и пробежимся еще дальше. Тут вот дальше, видите, вроде бы и нет, а вот они, пожалуйста. Вот вам иллюстрации. То есть книга сделана очень качественно. И читать вот за счет этого намного интереснее. Жалею, что раньше таких книг мало делали. Ну, конечно, стоит. Сейчас книги нещадно. Вот из-за этого, вот из-за такого оформления книги интереснее покупать все-таки бумаги, а не читать в электронном виде, где эффект будет совершенно не такой. Итак, две книги Нилла Геймана. И вообще, это серия с иллюстратором Крисом Риддалом. Выпущенную из ТН. Настоятельно рекомендуем. Крисом Риддалом.